Декатлон 99% продукции, представленной в сети, это наша продукция, разработанная во Франции и имеющая ряд современных технических и качественных характеристик, отвечающих потребностям нашего клиента. Это и является спецификой работы Декатлон. В общем, у нас около 1500 магазинов по всему миру, в приблизительно 50 странах, и 70% из них находятся в Европе. Конечно же, у нас много магазинов в Китае, поскольку это самая населенная страна в мире, а у нас однозначно много магазинов в Китае. В течение двух недель или около того, мы открыли, я полагаю, 60 или 70 магазинов в Индии. И, конечно, сейчас пришло время Украины, поскольку Украина – это большая страна, ваша страна самая большая в Европе, а ее население составляет более 40 миллионов. У вас есть море, 20 тысяч озер, горы, ярко выраженная сезонность, среди которых зима и лето. Здесь нам есть где заниматься спортом, поэтому Декатлон и пришел на этот рынок. Украина, как и другие страны, имеет свои особенности. Она уникальна. В Украине времена года меняются контрастно, вы можете заниматься разнообразными видами спорта, поэтому рынок имеет свою специфику. Представьте страны Африки, где нет снега. Стало быть, люди не могут заниматься зимними видами спорта. Украинский рынок, украинский спортивный рынок очень обширный, поскольку вы можете заниматься всеми возможными видами спорта. Не стоит забывать также о том, что на некоторых рынках существует определенная специфика работы. В Китае, к примеру, множество людей занимаются бадминтоном и настольным теннисом. У нас во Франции существуют характерные для нашей страны виды спорта на открытом воздухе. В Украине, на мой взгляд, важное значение имеет спорт на воздухе, учитывая наличие у вас дач и так далее. Рыбалка, охота также являются увлечением многих. Кроме того, по сравнению с другими странами, где я побывал в Украине, многие люди занимаются фитнесом. В Киеве и в Украине в целом есть много мест для проведения таких тренировок. Не стоит забывать и о кроссфите. Здесь очень интересно. Поэтому существует некое отличие украинского рынка от других. Нам не нужно менять стратегию, потому что наша стратегия изначально состоит в том, чтобы уделять основное внимание спортсменам, их потребностям. Естественно, мы приспосабливаемся, поскольку, на мой взгляд, тенденции, которые наблюдаются в данный момент во многих странах, похожи. Сейчас я наблюдаю то же самое, что было во Франции 20 лет назад. Мало кто бегал по улицам. А сейчас, если вы приедете во Францию или сюда, в Украину, то увидите много людей, бегающих в парке. Поэтому все больше и больше людей занимаются, как вы уже сказали, различными видами спорта, ради удовольствия, а не только ради соревнований. И, конечно, это хорошую тенденцию мы наблюдаем по всему миру. Этот рынок развивается в значительной степени. Да, в общем-то, все это уже существует в магазинах Декатлон. В некоторых, но пока не во всех, все эти новые инновационные подходы в ритейле. Но в Украине все же наблюдается небольшой пробел в реализации нового потребительского опыта в области розничных продаж. Поэтому мы готовим большой сюрприз для наших клиентов, и вы все увидите сами, когда мы откроемся весной. Увидите, что мы решили презентовать нашим клиентам. Мы откроем первый магазин на правом берегу Киева, недалеко от станции метро Почайна, в ритейл-парке. Площадь нашего первого магазина составит 2500 квадратных метров. Это будет действительно большой магазин, что-то вроде гипермаркета спортивных товаров. Затем мы адаптируем нашу стратегию к украинскому рынку. Мне бы хотелось, чтобы здесь было больше наших магазинов. И в то же самое время мы подключим онлайн-платформу. Поэтому вы сможете с самого первого дня приобрести нашу продукцию по всей Украине. Для Decathlon это будет увлекательное путешествие на европейский рынок спортивных товаров здесь, в Украине. Потому как я считаю, что в стране с населением 40 миллионов человек у нас много работы. Декатлон не является иерархической структурой. Декатлон это сеть компаний, это команда, работающая вместе ради процветания, для того, чтобы спортивные товары стали доступны как можно большему количеству людей. То, о чем вы говорите, было актуально, наверное, 10 лет назад. Однако сегодня в Декатлон больше нет штаб-квартиры, которая бы спускала инструкции, которая бы давала распоряжение относительно того, что нам нужно делать и тому подобное. Мы просто связаны друг с другом, как элементы сети. И это еще одна причина, по которой я рад находиться здесь, в coworking-платформе. Здесь тоже все люди связаны между собой, взаимодействуют друг с другом. И именно поэтому мы выбрали это место в качестве офиса. Итак, организация Decathlon это как структура, где каждый человек, в зависимости от того, за что он несет ответственность, принимает решения по месту, по собственному усмотрению, работая на благо компании. Продолжение следует...